Всем привет, с вами я, Ютубер Иснац, и мы сегодня посмотрим Нью-Тонг ZK6122 АМ-9. Цена 146 тысяч долларов, производится с 2016 года, скорость 110 км в час. Детельный рядный 6-цилиндровый каменный ISL со стандартом Евро-5. Объем бака 480 литров, трехпилея 6-ступенчатая VQ-S6160. Подвеска пневматическая с стабилизатором поперечной устойчивости. Спереди стоят два пневмобалона, а сзади четыре. Шины бескамерные Michelin, тормоза дисковые, двухконтурные, пневматические. Резистратор Thelma, есть ABS, масса 15 тысяч 40 килограмм. Багажник 12 кубических метров, привод задний. Спереди стоят 19-дюймовый монитор, а сзади стоят, посередине стоят 17-дюймовый монитор. Модификации. Модификации. Во-первых, это второе спальное место, кулер, холодильник, туалет, зайчьи уши и диски. Уже даже по сидениям у меня стоит вариант авиатор с 57-ми сидениями. Начну обзор с того, что я сам ездил на Ютонге. И мое мнение. Если честно, Ютонг, обычный автобус, приятная подвеска. Тихий и довольный. Конечно же, самая крутая вещь, которая была в Ютонге, это именно подсветка. Если вы, получается, едете ночью в Ютонге, у него такой приятный синий-голубой оттенок в салоне, прям приятным. Ну, конечно, самым главным минусом для меня было лично то, что в нем неудобно сидеть, потому что, в большей части, это такой автобус на один день. Если на нем ездить только один день, получается, туда-обратно, то шикарный автобус. Если же ехать на 2-3 дня, то, ну, вам будет явно ночью не спаться. Начнем мы с передней части. У нас есть фара, есть хромированная вот такая вот деталь. Есть, конечно же, логотип Ютонга. Есть, конечно же, фара. И, конечно же, вот такой вот номер. Давайте мы сняли переднюю часть. Почему-то я ее не могу снять. Ладно, сделаем тогда вот так вот. Все, мы сняли переднюю часть. Как можно заметить, то здесь провода, они у меня все время вылетают из моих пазов. Ну, ладно. У нас есть вот такая вот запаска. Она держится на деталях. Ну, и, как можно заметить, то у нас есть вот такой вот небольшой еще. Вот такая небольшая труба. Не знаю, от кондиционера может. Давайте мы поставим колесо на место. Управляем. Берем переднюю часть. Осторожнее. Надо быть. Ну, и давайте сейчас я поправлю все за кадром. Одна, как мне кажется, из самых удачных вещей в моем детонге. Это лобовое стекло. Оно у меня получилось самое единственное, что нормально получилось в детонге. Вот, понимаете, сделан из вот таких гибких труб. Тонко, приятно, красиво смотрится. Что же для зеркал заднего вида. Вот такие вот зеркала заднего вида. У детонга есть два вида. Это, получается, вот такие вот черные дырявые. И есть, конечно же, такие вот красивые зайчи уши. Ну, я не знаю. Мне лично больше нравятся именно версии с черным вариантом. Потому что они смотрятся намного-намного лучше. Как вы понимаете, единственный минус, что они вот так вот иногда могут теперь шевелиться. Ну, и, понимаете, их очень легко сбить рукой. Ну, это все легко поправляется. Вот так вот. И все, можно спокойно дальше ехать. Спереди у нас стоят также вот такие вот цвет. Ну, понимаете, все тут держится. И, кстати, вот что вот интересно. У детонга передняя часть чуть-чуть приподнимается, чем крыша. Так что это тоже вот соблюдено. Можно сказать, ну, единственное, что мне очень понравилось в детонге, это салон. Как мне кажется, это самый удачный мой пока что салон из лего. Потому что он в меру красивый, в меру пропорциональный, можно сказать, очень удалось. Вы поняли, что у нас, например, торпеда немножечко вот так вот смещена. И получается очень красивый шейп. Также есть у нас, конечно же, коробка передач, которую можно так вот шевелить. Сидение. И вот что-нибудь интересное. Вот так у нас сидение вот тут стоит. И тут стоит лестница. И она вот так вот у нас красиво, плавно, не задевая сидение, стоит. Прямо шикарно. Сверху у нас телевизор. Но мы по-разному чуть поговорим попозже. У нас здесь вот такая вот линия, которая у нас поднимается. И она дальше вот идет до конца. Вот такая вот линия. С другой стороны у нас есть система, чтобы у нас можно было дверь аварийно открыть. Две штуки. С другой стороны у нас есть только решетка радиатора. Ну, по факту вот на этих стенках ничего нет. Тут у нас есть только небольшое вот отверстие. В виде пчелиных сот для двигателя. И давайте мы посмотрим салон. В салон по факту можно залезть просто посмотреть вот так. Но давайте мы все-таки сделаем, откроем крышу. Чтобы открыть крышу, нам надо, в первых, снять. Раз. И самое главное, чтобы особо не сломать. Ну, все, мы открываем. Так, берем и все. Мы попали в салон, сломав телевизор. В салоне прямо чего-то такого сверхъестественного я не придумал. У нас есть столики. И просто вот такие вот сиденья. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в салоне у меня были вот такие вот только сиденья. Но, как можете понять, у меня получилось столько сделать, было наполовину. Конечно, тут очень много чего не хватает. Например, конечно же, голубой подсветки, которую я очень хотел бы сюда реализовать. Печек по всему салону. Ну, ладно. Дверь. Дверь в ютонге. Как можно заметить, мы ее можем вот так вот открыть. Тут у нас есть столик. У нас есть, ну, как я в шутку это называю, это кошачья дверка. По факту, у нас тут, получается, спальник находится у водителя. Ну, и, понимаете, я не знаю, как... Я не знаю, вообще, как человек может туда пролезть. Но, как-то можно. Также есть вот такой вот поручень, печка. Ну, и давайте мы закроем. Кошачий дверец. Интересно, конечно. Что же у нас на крыше находится? На крыше. На крыше у нас есть сперху вот такой кондиционер. Вы понимаете, он никак не проведен в салон. Ну, ладно. Вот такая вот принудительная вентиляция. Ну, и просто задняя часть. Что же надо до самого салона? Тут у нас, конечно же, телевизор. Вот такая вот просто рама. Ну, которая, по факту, должна была быть полок для вещей. Но, увы, не получилось. Ну, и вот еще один телевизор, который упал. Также есть камера. Нет, не камера заднего вида. Просто камера. Также, надеюсь, сзади. Ну, и по факту, просто свет. Цвет в салоне. Давайте мы поставим крышу на место. И предлагаю вам перейти к обзору задней части. И задняя часть Ютонга. На самом деле, у Ютонга очень красивая задняя часть. Кто вот был у Ютонга, вы можете посмотреть на красивую заднюю часть. Прям фары вот самое, вот, самое, мне кажется, интересное в этом автобусе. Что же у нас на задней части? Тут у нас есть молоток в салоне, чтобы разбить стекло. Есть стоп-сигналы. Камера заднего вида. Это задний стоп-сигнал, конечно же, или фара. Решетка радиатора. Логотип Ютонга. Номер. Шильзики. И, конечно же, вот так вот бампер. По плану он должен быть просто пластиковый. Но, понимаете, он у меня получился в цвет металла. Неприятно, но, думаю, то, что может быть нормально. Тоже у нас снизу находится. Снизу, как менять, у нас находится, во-первых, амортизатор. Вот тут есть два красных. Есть рулевая рейка. По факту должна была быть конструкция, которая у нас усиливает конструкцию. Но не получилось сделать, просто потому что автобус довольно низкий. У нас, по факту, должны были быть амортизаторы. Но, как у меня, только есть две таких красных деталей. Увы, не получилось. Есть выхлоп, есть кусочек рамы. Хотя он напоминает мне именно от Mitsubishi Lancer бензобак. Но бензобак не находится у нас вот здесь вот. Три штуки, если я ничего не путаю. И, опять, конечно же, самая интересная часть. Нам надо попасть в спальник, в багажник и в двигатель. Туда можно попасть двумя способами. Это снять вот эту деталь, либо же снять весь корпус. Увы, это самая главная проблема моего автобуса. Ну, если честно, мне этот автобус не нравится. Ладно, давайте попробуем открыть багажник. И теперь можно посмотреть на багажник Ютонга. Чего-то такого сверхъестественного я тут, конечно, не положил. Тут, понимаете, у нас лежит гаечный ключ, который попадает. Есть вот такая вот коробка. Ну, а по факту у нас есть просто вот такая, конечно же, рама. Ну, и просто, конечно же, обивка. Ну, чего-то такого сверхъестественного тут нет. Ну, и как вы понимаете, вот они и наши сами двери. Спальник. Как вы понимаете, в спальнике чего-то прям сверхъестественного нет. Есть там небольшой свет. Ну, как вы можете иметь, вот такая вот деталь. Она, как вы понимаете, просто из-за того, что минифигура слишком большая, не влезла. И сами, конечно, что мне пришлось залезть изолентой, но я знаю, что есть такие детали в Лего. Именно вот такие вот, но закрытые. Ну, как вы понимаете, давайте мы попробуем поставить сюда минифигурку. Берем минифигурку какую-нибудь. Ну, и, как вы понимаете, она может спокойно сюда залезть. Ну, и сейчас мы ее можем вот так вот приподнять и закрыть ее. Второй водитель. Так. Берем и слишком глубоко. Ну, и все. Минифигурку, понимаете, спрятанным. Предлагаю посмотреть двигатель. Двигатель. Как вы можете заметить, вот такой вот у нас есть двигатель, вентилятор. Ну, и как у меня есть, сам вот у нас двигатель. Так себе получился. Ну, я думаю, что я мог бы получше сделать. Тут у нас есть воздушный фильтр, система отработанных газов. Вот такая вот. На задней стороне у нас тут есть, как вы можете заметить, сам радиатор. С этот предохранитель, два аккумулятора. Ну, и по факту тут ничего не осталось. Единственное, что тут у нас есть вот такая вот деталь. По плану у нас должен быть этот аккумулятор. Ну, и вот такой вот молоток. И это все, что я мог сказать про автобус. Единственное, что, конечно, мне не нравится в моем автобусе, это надежность. Мне не нравится, что у меня надо снимать вот эти вот детали по 10 часов. У меня в салоне есть еще небольшая такая проблема. Она все время там приседает вот эту вот деталь. Если так надавить, она падает в багажник. Ну, и единственное, что я вам предлагаю сейчас сделать, это взять какой-нибудь паку мини-фигурок и посадить в автобус. Ну, и вот теперь у меня все мини-фигурки на месте. Как понимаете, обычные пассажиры на своих местах. Просто пассажиры. Спереди у нас есть, конечно же, водитель и гид. Конечно же, увы, места для гида мне не хватило. И это больше похоже на буйного пассажира, который хочет скинуть водителя из автобуса. Каким-то таким способом. Хотя, с другой стороны, если можно чуть-чуть поправить мини-фигурку, не знаю, более гидовскую форму найти, то думаю, что будет смотреться намного лучше. Но, поднимайте, туристы уже едут. Есть, конечно, минус в том, что я забыл бы сказать, что у него, во-первых, все крышки из алюминия, а второе, то, что у Яни, я не сделал себе вот такую вот деталь, чтобы было два колеса. Мелочь, но неприятно. Так что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok